Добрый день, уважаемые коллеги. Я Кирилл Жестков, заведующий кафедрой таракальной хирургии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. И тема моей лекции сегодня – спонтанный пневмоторгс. Казалось бы, что говорить о спонтанном пневмоторгсе – одна из самых простых ситуаций в таракальной хирургии. Зачастую, в шутку, спонтанный пневмоторгс называют таракальным аппендицитом. То есть то, на чем можно поучить молодых, дать сделать первую операцию, ну, словом, казалось бы, совершенно банальная и простая тема. Однако эта шутка вполне верна, потому что мы хорошо знаем, что так же, как аппендиктомия при аппендиците может быть самой простой операцией в абдоминальной хирургии, так и одной из самых сложных. То же самое относится и к спонтанному пневмоторгсу. И, наверное, вот это я и постараюсь рассказать в процессе этой лекции. Но прежде всего надо отметить, что в 2015 году были приняты национальные клинические рекомендации по диагностике и лечению спонтанного пневмоторгса. Это были первые клинические рекомендации, которые были приняты в таракальной хирургии ИМПЕ. Предшествовало очень серьезное обсуждение с участием всех ведущих таракальных хирургов нашей страны и целого ряда иностранных экспертов из Соединенных Штатов Америки, из Франции, из Италии и из Испании. Таким образом, наверное, часть моей лекции будет представлена рассказом о том, что написано, что обсуждено в национальных клинических рекомендациях, но другая часть будет скорее более дискуссионной. Что такое спонтанный пневмоторгс? Ну, надо начинать с того, что сам по себе термин очень неудачный. Потому что на самом деле ни один из пневмоторгсов в действительности не является идиопатическим, не является спонтанным как таковое. Он всегда связан с какой-то болезнью и с каким-то проявлением этой болезни. Но формальным определением является то, что это пневмоторгс, связанный с внезапным попаданием воздуха в плевральную полость, вне связи с травмой или какой-либо врачебной манипуляцией. Заболеваемость пневмоторгсом достаточно высокая, достигает 18 тысяч случаев на 100 тысяч человек в год среди мужчин и до 6 случаев на 100 тысяч человек в год среди женщин. Это приблизительно треть процента от всех пациентов, обратившихся в пульмонологические учреждения. Как я уже сказал, что пневмоторгс чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Считается, что он чаще встречается справа, чем слева. Хотя я думаю, что статистическая разница здесь будет недостоверна. И характерным возрастом для спонтанного пневмоторгса является 25-30 лет. Выделяют также второй возрастной промежуток от 50 до 70 лет. Но здесь надо сказать, что скорее это все-таки пневмоторгс вторичный, который связан с, скажем так, накоплением возрастных изменений в легких, ну и, соответственно, перенесенными за жизнь этого человека заболевания. Клиническая картина спонтанного пневмоторгса достаточно характерна и хорошо известна врачам. Это острая боль, резкая одышка в случаях напряженного пневмоторгса, большого пневмоторгса, иногда и нарушение кровообращения. Но вот то, что важно, что до 20 процентов пациентов со спонтанным пневмоторгсом имеют скрытую, совсем бессимптомную форму или стертую клиническую картину, которая, как правило, расценивается как боли кардиогенного характера или вертоброгенного, неврологические боли. И эти пациенты до 20 процентов, то есть фактически каждый пятый пациент, представляет собой в дальнейшем очень большую проблему для таракальных хирургов, потому что исходная ему не была оказана необходимая помощь. И в дальнейшем эти пациенты, попадая в отделение таракальной хирургии с уже осложненными формами пневмоторгса, такими как ригидный пневмоторгс или эмпиемоплепры, что, естественно, представляет очень большую проблему в дальнейшем их лечении. Именно поэтому в национальных клинических рекомендациях в разделе «Диагностика» достаточно категорично сказано о том, что любая боль в грудной клетке – это абсолютное показание к рентгенологическому исследованию, которое должно быть выполнено в первую очередь. И только при исключении спонтанного пневмоторакса можно ставить другие диагнозы, такие как боли неврологического характера, вертоброгенные боли или кардиогенные. Что еще является особенностью спонтанного пневмоторакса? Если мы посмотрим список болезней, которые могут вызвать спонтанный пневмоторакс, то вы видите, что здесь представлены самые разные группы болезней. И мы можем честно сказать, что определенную часть из этих болезней мы не то что не диагностируем, а даже и не очень представляем, что это такое. Давайте посмотрим на этот список. Ну, естественно, чаще всего пневмоторакс может развиваться при хронической обструктивной болезни легких. Это понятно распространенное заболевание, соответственно, количество его осложнений тоже большое. Да, безусловно, муковисцидоз, безусловно, гистиоцитоз икс, лимфангиолеомиоматоз, достаточно редко встречающиеся заболевания, но надо отметить, что пневмотораксы при них всегда рецидивируют и протекают достаточно упорно, несмотря на правильно проведенное лечение. Следует отметить, еще ряд разделов. Это, прежде всего, эндометриоз, катаминиальный пневмоторакс. И надо помнить, что если ваш пациент женщина и детородного возраста, и у нее рецидивирующий пневмоторакс, необходимо всегда задуматься о ее обследовании на предмет эндометриоза совместно с гинекологами, потому что чаще всего у таких пациенток пневмоторакс носит катаминиальный характер. Здесь же надо сказать о том, что достаточно распространенным заблуждением является то, что пневмоторакс часто возникает при туберкулезе. В более давние времена наблюдалась даже такая тенденция, что всех больных спонтанным пневмотораксом в обязательном порядке отправляли к фтезиатру для исключения туберкулеза. На самом деле, если задуматься, когда может случиться пневмоторакс при туберкулезе? Ну, как правило, это большие остаточные изменения после туберкулеза. Механизм тот же, что и при хронической обструктивной болезни легкого. Где-то участок фиброза, рядом перерастянутый участок эмфиземы, через который и происходит прорыв воздуха в плевральную полость. Но, строго говоря, большие остаточные изменения – это уже не туберкулез как таковой. А вот то, что подразумевалось в этом положении о связи туберкулеза и пневмоторакса, разрыв каверны, который происходит в таких случаях, не следует относить к спонтанному пневмотораксу, поскольку это не пневмоторакс, а острая туберкулезная эмпиама – заболевание с совершенно другим прогнозом и совершенно другим лечением. Следующая группа заболеваний, которые могут вызвать спонтанный пневмоторакс – это системные заболевания соединительной ткани, такие как ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, полимиазит, дерматомиазит, системная склеродермия, синдром Морфана, синдром Эллерса-Донло. Чтобы не обсуждать каждое из этих заболеваний, надо сказать, что здесь общий механизм – это неправильность развития соединительной ткани, и, соответственно, также неправильно соединительная ткань развивается в легких, и, соответственно, образуются слабые места, которые могут служить причиной пневмоторакса. Ну, здесь представлены примеры таких заболеваний, которые приводят к пневмотораксу гистецитоз Х, и наиболее частой все-таки является эмфизема легких, как я уже говорил, вследствие хронической обструктивной болезни легких, или как самостоятельное нарушение развития легочной паренхии. Что здесь следует отметить? Что морфологически различают два вида воздушных полостей, которые являются потенциальным источником пневмоторакса. Это блебы и булы. Если блеб имеет бесструктурную стенку, фактически это просто отслойенная висцеральная плевра, стенка булы, всегда имеет строение паренхимы легкого, пусть истонченной, измененной, но, тем не менее, это паренхимы легкого. Достаточно известная классификация спонтанного пневмоторакса. Что в ней существенно? Прежде всего, для определения хирургической тактики будет существенно первый ли это эпизод пневмоторакса, или это рецидив. Достаточно малое значение имеет сторона образования пневмоторакса. Опять-таки, булезные эмфиземы и другие заболевания, о которых мы говорим, как правило, поражают два легких. Поэтому деление по сторонам не имеет особого значения. Естественно, важным в классификации является вот этот раздел осложненных видов пневмоторакса. Можно подразделить эти осложнения на так называемые газовые. Это клапанный или напряженный пневмоторакс, это пневмомедиастинум, это подкожный эмфизема и осложнений, связанных с кровотечением. Это, собственно, кровотечение, которое чаще всего наблюдается в виде спонтанного гемопневмоторакса и образуется при отрыве воскулиризированной спайки, которая вызывает и повреждения легкого с последующим пневмотораксом и кровотечение из сосудов этой спайки. Ну и, естественно, гемоторакс, свернувшийся гемоторакс. И заключительная группа осложнений здесь – это осложнения, которые возникли в результате несвоевременной диагностики, несвоевременного оказания хирургической помощи, ну или в силу причин неправильной постановки дренажа, неправильной эвакуации воздуха. Что еще важно в классификации спонтанного пневмоторакса? Безусловно, степень коллапса легк. И существует достаточно большое количество способов определить коллапс легкого. Существует планиметрия по Киршнеру, есть так называемая формула Лайта, но для практических клинических целей больше всего подходит вот эта вот простая классификация, ограниченный до 1,3 объема, средний на половину объема большой, более чем половина объема и тотальный коллапс всего легкого. Естественно, что обсуждая наши национальные клинические рекомендации, мы пользовались опытом европейских, американских коллег и анализировали существующие международные клинические рекомендации, которых в основном вот четыре, которые представлены на этом слайде. Они немногим отличаются друг от друга и в большой степени были использованы при подготовке российских национальных клинических рекомендаций. Несмотря на некоторые отличия в подходах к тактике лечения больных, данные руководства предлагают сходные этапы терапии больных и которые в себя включают наблюдение кислородотерапия, пункции, дренирование, химический плевродез и хирургическое лечение. Почему во все эти рекомендации включена такая группа наблюдения кислородотерапия, когда пациенту не выполняется пункции дренирования и за ним лишь наблюдают? Дело в том, что так же как и у нас в большинстве стран Запада первичную помощь больным со спонтанным пневмотораксом оказывают не таракальные хирурги. Если для таракального хирурга выполнение верхушечно-задней пункции для эвакуации небольшого количества воздуха, находящегося выше ключицы, не представляет особенных сложностей, то выполнение такой пункции в условиях общих хирургического стационара практически наверняка приведет к увеличению различных повреждений как легкого, так и в ряде случаев больших сосудов подключичной области. Поэтому считается, что если верхушка легкого находится на уровне или выше ключицы, из стандартных точек невозможно провести пункцию или дренирование, то, соответственно, в этом случае можно наблюдать, выполняя ежедневные рентгеновские снимки и дожидаться окончательного рассасывания этого остаточного воздуха или, наоборот, при прогрессировании пневмоторакса большего коллапса легкого, и тогда появляется возможность дренировать из типичных точек. Надо отметить, что вот эта разница, которая фигурирует во многих гайдлайнах о пункции или дренировании, в настоящее время достаточно стирается с появлением современных пункционных устройств типа плеврофикса, который позволяет выполнить пункцию и при необходимости оставить дренаж. Собственно, вот такой вот выраженной разницы между этими процедурами уже нет. Следует отметить еще одну очень важную вещь – это то, что по сводным данным литературы дренирование плевральной полости приводит к расправлению легкого до 97% случаев. И это важный момент, который тоже используется в дальнейшем в тактике наших клинических рекомендаций. Естественно, что при пневмотораксе мы стремимся выполнять турокоскопические операции, поскольку объем поражения в абсолютном большинстве случаев не очень большой. И, естественно, здесь оправданы малоинвазивные вмешательства. Но следует иметь в виду следующее, что во всех случаях до операции необходимо всеми возможными методами, лучше всего с помощью спиральной компьютерной томографии, уточнить характер изменения паренхимы легкого. В клинических рекомендациях также прописывается возможность выполнения турокоскопии при дренировании именно для оценки состояния паренхимы. Но компьютерная томограмма менее инвазивна и дает больше информации. Итак, какие же основные принципы хирургической тактики заложены в клинических рекомендациях? При первом эпизоде пневмоторакса возможна попытка консервативного лечения. Имеется в виду дренирование с активной аспирацией или пассивной аспирацией без выставления показаний к хирургическому лечению. Связано это с тем, что порядка 50-60 процентов пациентов после первого пневмоторакса, дренирования, расправления легкого, в последующем не происходит у них рецидива. Исключение здесь составляют профессиональные показания. Люди, которые работают или чьи увлечения связаны с переменой давления. Дайверы, летчики, музыканты на духовых инструментах. Вот здесь для того, чтобы сохранить человеку профессию или его любимое хобби, видимо целесообразно выполнять операцию превентив. При сохраняющемся сбросе воздуха, естественно, возникает вопрос о экстренно отсроченной операции. А вот при рецидиве пневмоторакса тактика уже более активная, потому что мы понимаем, что уже есть некий субстрат, который вызывает рецидивы пневмоторакса. И, естественно, наши сомнения склоняются в пользу хирургического лечения. Возвращаясь к тому вопросу, почему надо обязательно выполнять компьютерную томограмму для оценки состояния паренхима легкого. Вот на этом слайде вы видите, какие разнообразные могут быть ситуации, если на левой картинке мы видим простую удобную операцию, брать сшивающий аппарат, накладывать его, и операция закончена. То вот тот ряд компьютерных томограмм, который представлен справа, здесь, конечно, большой вопрос, надо ли было вообще оперировать. И уж если оперировать, то вряд ли турокоскопически. Очень важно понимать, говоря о пневмотораксе, что это не самостоятельное заболевание, это лишь осложнение проявления какого-то другого заболевания. И выполняя резекцию легкого, даже заведомо измененного булезного участка, даже найдя источник поступления воздуха, мы своей операцией ни в коей мере не влияем на течение основного заболевания. Грубо говоря, это аналогия с операцией по поводу прободной язвы. Ушивая язву, мы никак не повлияли на течение язвенной болезни. Она может дать рецидив, она может дать другие осложнения, кровотечение, стонос, так далее и тому подобное. Абсолютно та же ситуация и с пневмотораксом, потому что сама по себе резекция легкого не приводит к излечению от основного заболевания и не гарантирует того, что пневмоторакс не повторится. Вот сводные данные литературы, отечественной литературы. Простое дренирование дает до 36% рецидивов, химический плевродез дает до 13% рецидивов. Резекция легкого, когда она была, имеет в виду случае, когда резекция легкого была выполнена при заведомо измененном бульозном участке и обнаруженном источнике поступления воздуха, тоже до 8% рецидивов. И лишь сочетание резекции легкого с операцией, облитерирующей плевральную полость, приводит к цифрам от 1,5 до 2% рецидивов. Здесь представлены метаанализы, рандомизированные клинические исследования зарубежных авторов, которые тоже посвящены анализу количества рецидивов. И если вы посмотрите на последнюю колонку, то цифры практически полностью совпадают с цифрами, полученными в работах отечественных ученых. Естественно, важно классифицировать ту интероперационную картину, которую мы видим в ходе торокоскопической операции. И национальные клинические рекомендации тоже было большое достаточно обсуждение. И в конечном счете мы пришли к тому, что наиболее оптимальной для этой цели является классификация Вандершурена, которая представлена на этом слое. Очень важно проводить тщательную торокоскопическую ревизию и всегда помнить, что эмфизоматозные изменения возможны в разных участках легкого. И очень часто возникает ситуация, когда мы, резицируя заведомо измененный участок, при этом не проведя тщательную ревизию, удивляемся, что в послеоперационном периоде продолжается сброс воздуха, потому что на самом деле источник его был вовсе не на верхушке легкого. Вот три наиболее типичные картины. Чаще всего, конечно, приходится сталкиваться с наиболее простой. Это единичная булла или несколько булл, расположенных в одной анатомической зоне. И одна из них с разрывом является источником поступления воздуха. Если же мы видим множество мелких булл и блебов в различных анатомических отделах легкого, то эта ситуация более опасна в плане дальнейшего рецидива. Итак, на сегодняшний день не вызывает сомнений, что для того, чтобы уменьшить количество рецидивов, успешно лечить этих пациентов, необходимо сочетание в одной операции двух компонентов. Это торакоскопическая резекция легкого и операция, облитерирующая плевральную полость, в частности, плевректаль. В этом фильме представлена типичная резекция легкого. Естественно, она не представляет каких-то проблем. Надо только помнить, что задачей здесь является именно резекция легкого, а не прошивания буллы. Необходимо выполнять резекцию с некоторым запасом, вот как здесь показано, и, соответственно, резецируя и эмфизоматозную ткань, из которой исходит булл. Что касается компонента противорецидивного этой операции, облитерирующей плевральную полость, то здесь мнение более разнородное. Во-первых, существовало большое количество различных методов интероперационного химического плевродеза, механической абразии плевры, электрокоагуляции плевры, от которых к настоящему времени постепенно отказываются. Но остается еще вопрос о том, надежна ли торакоскопическая плевректомия. И вот опять-таки в тех же международных гайдлайнах приводится такая точка зрения, что открытая торакотомия и плевректомия дает минимальное количество рецидивов, порядка 1-1,5% уровень доказательности А, а видеоассистированная, то есть торакоскопическая плевректомия дает большее количество рецидивов, до 5%, но при этом лучше переносится больно. Несмотря на все огромное уважение к работам доказательной медицины, но все-таки хочется получить какое-то логическое обоснование этого. Но если мы в обоих случаях полностью убираем всю костальную плевру, то какая разница, каким доступом мы это делаем? И вот в свое время мы попытались ответить на этот вопрос и провели специальные исследования. Да, действительно, в целом ряде случаев неудобные углы действия при торакоскопии, истонченные плевры, субплевральный фиброз, повышенная кровоточивость или воспалительные изменения могут приводить к тому, что плевректомия может быть неполной составлением каких-то участков плевры. Но доказательные исследования и гайдлайны, основанные на средних данных, именно это приводит к такому увеличению количества рецидивов, вот то, что в ряде случаев это неполная плевректомия. И поэтому, естественно, нам нужна операция, которая позволила бы удалять плевру во всех случаях полностью. Как это сделать? Как всегда, новое – это хорошо забытое, старое. И разрабатывая такую операцию, мы вспомнили про книгу Александра Васильевича Вишневского «Местное обезболивание по методу ползучего инфильтрата», 1932 год. И в ней содержалась такая фраза «Инфильтрат, предпосланный ножу, делает работу последнего легкой». Вот это и обусловило методику, которую мы стали использовать, методику гидравлической припоровки плевры, которая позволяет, как видно в этом фильме, полностью ее отслаивать, и, соответственно, достаточно легко в последующем удалять всю костальную плевру, не оставляя никаких участков. Ну, вот здесь показывается, как выполняется субплевральная инфильтрация. Видно, как хорошо отслаивается плевра по межребериям. Дополнительно это страхует нас от контакта с межреберными сосудами в ходе удаления плевры. И далее, вот так вот, как в обычной классической плевректомии, выполняется рассечение плевры вдоль позвоночника, вот диафрагмы к куполу, и вдоль последнего межреберия в диафрагмальном синусе. После этого выполняется вот таким вот крутящим движением удаление всей костальной плевры. И в конце этого фильма видно, как вся костальная плевра полностью удалена, и, соответственно, риск рецидива пневмоторакса в этой ситуации минимален. Ну, здесь представлено уже в виде картинок основные этапы этой операции – гидропрепаровка плевры, рассечение плевры электрокрючком, тракция, ну и, естественно, окончательный вид. И вот, анализируя отдаленные результаты в случае ранее применяемой, условно здесь названа классическая вацплевректомия, да, вы видите, что количество рецидивов у этих пациентов действительно близко к тем пяти, которые написаны в гайдлайнах, составляет 4,7, а вот, условно говоря, новая вацплевректомия, плевректомия с гидропрепаровкой, и количество рецидивов составляет по нашим материалам 1,1, что, соответственно, тоже соответствует цифрам, которые приведены для открытой тракотомной плевректомии. Ну вот эти материалы были представлены в 2014 году на съезде Европейского общества таракальных хирургов, и, соответственно, тоже эта методика вошла в национальные клинические рекомендации. Таким образом, спонтанный пневмоторакс является очень распространённой болезнью. С ней, к сожалению, чаще всего сталкиваются при оказании первой помощи хирурги скоропомощных учреждений. Важно понимать, что сама по себе операция не устраняет причины пневмоторакса, и, соответственно, необходимо проводить такую двухкомпонентную операцию, которая заключается в резекции лёгкого и торакоскопической плевректомии. Я благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова